Привет, добро пожаловать в The Sims 4 и я продолжаю создавать главных героев из Академии Амбреллы. Как вы видите, сегодня в очередной раз я создала двух главных героев, а именно номера 7 и номера 5. То есть это Ваня Харгривз и номер 5 Харгривз. Его имя так и есть номер 5. Я думаю, он любимчик многих из вас, например, мой любимчик уж точно. Я просто обожаю Эйдена Галлагера, я просто обожаю и номера 5, и Ваня мне тоже очень нравится, как и Эллен Пейдж. В общем-то, это ее актриса, актриса, которая сыграла номера 7 в Академии Амбреллы. Сразу предупреждаю, что готовый результат, как всегда, будет в описании, а также ссылочки на первые две части тоже будут в описании, где я создавала Лютера и Эллисон, Бена и Клауса, и они будут в закрепе, поэтому тоже переходите, смотрите первые две части, если вы не смотрели. И на самом деле я в полном восторге от этого челленджа, от этой рубрики на моем канале, я бы сказала, потому что вам она безумно нравится, как и мне, я на самом деле очень сильно сомневалась в том, стоит ли ее начинать, и вообще зайдет ли она кому-либо, но я зря так переживала и зря так волновалась, потому что я так понимаю, что рубрика вам очень нравится, и я скоро думаю, что закончу создавать почти всех персонажей, потому что, ну, я не знаю, кого еще я могу создать. Я знаю, что я создам Диего и Лили, или как зовут его, девушку во втором сезоне, и также я создам родителей их, то есть их маму робота и их отца пришельца, это уже небольшой спойлер, извините меня. Ну, в общем-то, да, это получится еще две части видео, но потом я хочу начать создавать еще кого-нибудь, потому что касса мне безумно зашел, и вам тоже. И напишите в комментариях ваш любимый сериал, или ваш любимый мультфильм, возможно, фильм, я не знаю, что угодно, я буду хуманизировать оттуда главных героев, как, собственно говоря, и тут. Например, два последних сериала, которые я посмотрела, это Н с двумя Н, я о ней часто говорю, я упоминала, когда снимала мою пекарню, когда создала нашу Эль с моей пекарни, она как бы и внешне выглядит, как Эль, и зовут ее Эль, поэтому, если вы не смотрели мою пекарню, то обязательно переходите и смотрите. В общем, я довольно редко смотрю сериалы, смотрю фильмы и всякое такое, поэтому мне бы было действительно интересно посмотреть ваши советы, и я бы с радостью посмотрела фильм и сериал, который вы порекомендуете мне в комментариях, и я буду создавать главных героев из этой франшизы, например, например, Гарри Поттер. Мне кажется, это очень такая широкая тема и интересная даже для Sims 4, потому что я сначала думала, что Академия Амбрелла это очень узконаправленная тема, но на самом деле нет, это очень популярный сериал, поэтому я его рекомендую уже третий раз подряд. В общем-то, давайте поговорим про Ваню Харгривз, и на самом деле я бы не сказала, что получилась именно таки точная копия, я на самом деле думала, что будет немного легче. В Sims очень сложно создать, потому что все персонажи однотипные, а Ваня и Эллен Пейдж в принципе очень, знаете, такая не то чтобы нестандартная, но вот именно под симовские стандарты она не входит, она очень низкая девушка, и в принципе у нее комплекция тоже не совсем стандартная, и с ней проблем не было, конечно, но именно таки даже внешность у нее очень необычная и очень красивая. Можно сказать, что она слишком реалистичная для Sims, и, знаете, в симовском формате она получилась очень даже похожей, то есть если бы я ее впервые увидела, я бы ее узнала. Напишите в комментариях, как получилась она, по вашему мнению, и давайте поговорим о ее нарядах. Я тут на самом деле достаточно-таки много импровизировала, потому что у нее, на удивление, было не так уж и много нарядов, то есть ее не показали в спортивном наряде, что неудивительно, как и никого практически других, кроме, по-моему, Плютера, не показали в спортивном наряде. Ее не показывали в ночном белье, то есть в пижаме, и это тоже как-то странно, хотя, может, показывали, я не внимательно смотрела, я сразу извиняюсь. Теплую погоду мне тоже пришлось как-то выдумывать немного, но, тем не менее, я надеюсь, что, в принципе, в целом результат получился похож, потому что главное это сохранить ее стиль, не только, то есть полностью копию сделать, а повторить стиль, и с этим я думаю, что справилась, потому что я бы, честно, узнала Ваню только чисто по стилю, как и Эллен Пейдж. Кстати, что очень удивительно, Эллен Пейдж и Ваня очень похожи, возможно, они изменили именно таки Ваню, и построили именно героя под актрису, а, возможно, именно таки просто повезло, что актрису получилось такой похожей на главную героиню. И, я не знаю, пишите ваши догадки в комментариях, мне кажется, что скорее именно таки главную героиню подстроили под актрису. И, в общем, сейчас вы увидите готовый результат. Да, в холодной погоде я тоже импровизировала, и вы увидите ее черты характера. У нее музыкальный талант, она не дотрога, хотя сейчас я немного даже жалею об этом решении. Также она миломан, что неудивительно, то есть она белая скрипка и дружелюбная. Почему дружелюбная? Да, у нее такие странные способности, я бы сказала, самые сильные, как-никак, практически, но, тем не менее, она мне показалась очень добрым персонажем. И, например, во втором сезоне она так легко влилась в чью-то семью. Мне кажется, это признак дружелюбия. А также она белая скрипка, что ясно, почему она, в общем-то, миломан, и у нее музыкальный слух. Вот так вот она выглядит, мне она безумно нравится. А второй персонаж на сегодня это номер пять, как я уже сказала. Долгожданный персонаж лично, по-моему, и мне кажется, вы тоже его ждали, по крайней мере, фанаты. Точно ждали, потому что, блин, это действительно краш. И Эйдена Галагера я просто обожаю, особенно после этой роли. В общем, сначала я хотела создать его возраста подросток, но потом подумала, что это не совсем реалистично, потому что, как-никак, ему по сериалу, я бы сказала, 15 лет, но телосложение у него, то есть детское, он достаточно-таки низкий, а подростки в Сим слишком высокие, и у меня нету мода на снижение роста, на вот такие вот подробные детали создания персонажей, поэтому это небольшая проблема в создании именно таких персонажей, но, тем не менее, дополнительный контент я скачивать не хочу. Хотя, я очень хотела вначале, я уже думала, что вот сейчас скачаю какую-нибудь прическу для номера 5, потому что в Sims нету именно такие очень похожие прически, хотя я была уверена, что она есть, а вот когда я сошла, увидела, что таких нет, я была разочарована, но, тем не менее, у меня получилось создать что-то похожее более-менее. Вот мне безумно нравятся именно такие брови у этого Сима, как и брови Эйдена Галагера, мне кажется, они очень похожими получились, но, в принципе, я над ним очень долго работала, потому что это было действительно сложно создать что-то даже не идентично похожее, а что-то примерно похожее, потому что в Sims детей создавать очень сложно, и на самом деле они какие-то очень странные, и им уделяется слишком мало времени. По моему мнению, опять-таки, одежды у них, опять-таки, тоже было мало, и я была уверена сначала, что 100% будет какая-то школьная форма, как, например, в Ричастере, то есть у подростков, у взрослых, молодых персонажей есть очень похожий костюм, я использовала его для Бена, можете посмотреть, кто не смотрел, если вы помните, то вы понимаете, о чем я сейчас говорю, но, тем не менее, одежды у детей было очень мало, и поэтому у меня были достаточно-таки большие проблемы, и оставила я вот этот комплект, потому что он максимально похож, я знаю, что далеко от правды, конечно, потому что лучше бы я использовала что-то отдельное, и тут я попыталась использовать что-то отдельное, но, тем не менее, как вы видите, все не то, все не то в Sims 4, или нужно бы скачать мод, и, в принципе, если вам нравится этот персонаж, вы можете скачать какие-нибудь сисишки, дополнительный контент на одежду, на прическу, и скачать этого персонажа, этого Сима, которого я создала, конечно, если вы попросите меня в комментариях оставить ссылочку на скачку, я обязательно вам ее оставлю, потому что, в принципе, я ее, как правило, не оставляю, но, в общем, давайте поговорим о номере 5, как о герое, мне он безумно нравится, мне, я уже какой раз говорю, я даже, когда создавала Клауса, его упомянула, даже, когда создавала Лютера и Эллисон, я его тоже упомянула, потому что мне было страшно его создавать, я не думала, что у меня получится, и, в принципе, результатом я довольна, и по характеру, и по способностям, номер 5 мне безумно нравится, и по внешности, разумеется, тоже. Я бы, на самом деле, создала номер 5 в самом начале, в первой части, но я, если честно, испугалась, я побоялась, что у меня не получится, потому что я не люблю создавать детей в Симс, это очень сложно, это у меня не получается, просто у меня не очень хорошо это выходит, и я вообще не знаю мало кого, у кого именно такие дети получаются похожими, красивыми, потому что, ну, действительно, я не люблю запариваться даже в каких-либо династиях с детьми, потому что они быстро вырастают, и в создании я тоже как-то их стараюсь обходить, но, тем не менее, надеюсь, вам понравилось это видео, и то, как я создала персонажей Акдемия Амбреллы, поэтому, если это так, то подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте палец вверх, желаю вам хорошего настроения, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok